Доброе утро, Полтава! Сегодня наконец-то Светочка приехала. У нас небольшая была пауза, все в отпусках, в том числе и Света. Ну, рассказывай, Света, где была, что видела хорошего? О, прежде всего я съездила в Одессу на игру. Это три дня побывала под землей в фотокомбах. Вообще очень-очень здорово. Трое суток под землей? Ну да, получается, трое суток под землей, темнота, перепады температуры от плюс 9 до плюс 19, плюс 20 градусов. Постоянная ночь, то есть, с фонарями ходишь, выключаешь, когда свет теряется 5 минут, и ты теряешь уже местоположение. Ну, очень-очень много адреналина, позитива повидала старых друзей, старых знакомых, завела новых знакомых, друзей. После этого я немножко отдохнула в Одессе. Очень-очень красивый старый город. Я последний раз там была еще, наверное, в школьном возрасте. Да, в школе я еще училась тогда. Безумно классно. Мне показали старый город. Оказывается, там есть даже дом нашему земляку Гоголю. Почему его дом? Ему дом посетили. Правда, к сожалению, он рушится так же само, как и большая часть старой Одессы. То есть, старые-старые дома, они уже никому не нужны, они в очень плачевном состоянии. Гоголь там прожил целый год, поэтому посетили ему дом. Единственное, что там осталось, наверное, его бюст, который прилеплен. Вообще, безумно классно. Дерибасовская попала на день вышиванки в Одессе. Это, то есть, вся Дерибасовская, вся путемкинская лестница с людьми, которые красиво одели. Говорят, и дюк был в вышиванке. Да, даже дюк одели в вышиванку. Местные, конечно, с этого смеются, потому что, ну, что занадто, то не здраво, говорят. Да, вот. Ну, это местные также говорят. Ну, очень-очень красиво порт, море теплое. Правда, дожила немножко, пока я там была, но все равно очень. Света, один вопрос. Ты была под землей трое суток. Сдвиг какой-то происходит? Потеря ориентации времени, время сна, вот это все? Да, да. Мы, как бы, с учетом того, что с дороги приехали, очень были уставшие, не спали. В принципе, в поезде с утра приехали, то я легла спать около 7 утра. Это для меня было где-то как 11 вечера. Поспала пару часиков, встала, но уже байдера и готова в бой. И так же самое на следующий день. Мы тоже около 11 дня, наверное, не, около 10 легли спать. Там некоторые, некоторые вообще под бойцы так не спали. Идет немножко, да, сдвиг временного пространства, вот самого времени. Очень классно, значит, это. Так что советую все. Ощущения. Ты попала в прошлое, в будущее? Как вот? Изначально я ехала на игру по всемирной легенде «Сталкер». То есть это просто апокалипсис, ядерный взрыв, после этого люди запрятались под землю, и вокруг радиации не могут выйти оттуда до определенного момента. То, когда ты вживаешься в игровые моменты, ты начинаешь этим жить, переживать, и в действительности там ищешь какие-то элементы, которые помогут тебе дальше выжить. Ну, мы отыгрывали там «Сталкер-пресс», прессу придумали с товарищем из Харькова эту вещь. И вот нас приглашают как журналистов, а-ля которые потом отписывают события на территории зубы. Ага, так от тебя можно ждать каких-то... Есть в интернете у нас ВКонтакте, сайт, страничка, да, да, где мы там публикуемся, в принципе. И ты там тоже публикуешься? Да, ну вот мы вдвоем делаем ее, создали, публикуем все новости. Как бы там 18+, в основном, потому что нецензурщина бывает. Но, в принципе, можно посмотреть. Но ты довольна отдыхом? Я, знаешь, мало. Две недели отпуска – это как бы и достаточно, и мало, потому что, к сожалению, мало где успела побывать. Хотелось бы больше. Но так я приехала домой, дома, как всегда, куча уборки, стирки, готовки, подготовка к первому сентябрю, в конце концов. Завтра, первое сентября, не забывай. Да, последний день лета, ребята, последний день лета. Но все равно, я надеюсь, еще будет тепло, и все-таки мы сможем немножечко на выходных позагорать на пляжике. Саш, ты приготовил уже свою дочку, готовил первого сентября? Скажем так, мне так кажется, что мы подготовили ее. Но завтрашний день, ну, первая неделя отлично покажет. Это какой класс? Второй класс у нас. Ну, вроде бы скупились. То есть, конечно, все шандарахает по карману очень жестоко. Мы вчера, жена сходила на базар, две пары колгот, нижние, там носочки, то все. Практически ничего не купила, 450 гривен улетела, непонятно куда. Зашли в концтовары, 250 гривен, и то мы понимаем, что мы еще все не купили. То есть, то карандашики, то то, то все. Я, честно говоря, шел немного о другом, думал, что нужно сделать для того, чтобы была позитивная передача. Очень просто. Я все вижу плохое в этой жизни. Света все видит, видите, вот смотрите, наше солнце, Светочка. И вот мы для того, чтобы была хорошая позитивная передача, сошлись вдвоем, да? Да, да, да. Света на хорошем, я на плохом. Ну, к сожалению, такая вот... Ну, почему в плохом? Ты более, наверное, аналитические, жизненные моменты рассматриваешь. Смотри, вот несколько дней без тебя, последние дни, нашей передачи не было. Не было по одной простой причине. Как теперь выясняется, это всплыло, кстати, после Арбузного утра, что посещение нашей передачи есть политически недоцильным для некоторых организаций, некоторых политических, скажем так, деятелей. Которых не пустили к нам сюда. Есть такие, которых не пустили, есть такие, которые вот не пришли, потому что им опасно быть рядом с Демидовичем, здороваться со Светой, приходить к нам сюда и кушать арбуз. Что опасно? Просто они неправильно рассматривают, возможно. Они так думают. Да, мы очень-очень веселые, так что вы не бойтесь, вы приходите. Возможно, какой-то вопрос где-то зададим, но вам же нечего скрывать. Да, кстати. По большей той степени. И вот в эти дни как раз я и столкнулся с тем, что чаще всего я приглашал политических деятелей, которые либо аккуратненько съезжают, либо аккуратненько обещают, но не приходят. Не поднимают телефон после обещания и т.д. и т.п. Ну, это жизнь. Я расскажу сейчас о двух событиях субботы. А ну расскажи, меня не было, мне очень интересно. Вообще, как бы послевкусие. В городе было куча мероприятий, там детям Львивская каверня устроила парад их любимых игрушек. Все это понятно, все это хорошо. Но вчера, позавчера, в понедельник, я встретил женщину с поломанной рукой. Руку она поломала, будучи на театральной площади, катаясь на вот этом двухколесном гигроскопе, или как это называется, двухколесная такая машинка. Ой, я не знаю, как она называется, но очень интересная штука. Да, штука интересная, но проблема была совсем в другом. На театральную площадь приехал не быстро, спокойно, аккуратно. Джип, и она аккуратно объезжала этот джип. То есть, опять же, припарковались не там, где надо? Ну, меня убеждают, что я неправильно читаю знаки. Меня не интересуют, как пешехода. Ну почему, Саш, ты же добился. Подожди, но говорят, что это знаки неправильные. Не я решал, какие знаки должны быть там, для того, чтобы была пешеходная зона. Решила милиция, полиция, да, ГАИ. Это их проблемы, важно, чтобы там не было. Но полиция не дорабатывает, машины-то ездят. И вот вам результат. Ну и второй такой случай, не такой, а совсем другой. Было в Парке Победы организовано обсыпание сухими красками. О, классно. Преобладали желто-блакитные цвета, вопросов нету. Мы были с Лизой, все это было красиво. Сколько стоил на сей раз пакетик? Вот. Вот это меня немного... В том году 50 гривен стоил. В этом году он стоил 40 гривен. Вопрос не в том. Мы отдохнули, все хорошо, я об этом не говорил ничего, но сегодня я об этом скажу. Я слышал интересную фразу от ребят. Молодые ребята подошли, когда увидели цену на краску. Они были немного шокированы. Ну, на моих глазах детвора покупали по два, по три пакетика. Все-таки это сумма денег. Пацаны подошли, посмотрели и приняли решение, что они лучше, дешевле, им будет дешевле купить пиво и где-то посидеть, оттянуться. Увы. К сожалению, дороговизна привела к тому, что пацаны не смогли... Со здорового образа жизни, да? Да, здорового образа жизни, красиво подурачиться. Все-таки мы дурачились, там вопросов нету. Все были в краске, Лиза была в краске, я в краске. А знаешь, как некоторые читерят насчет этого? Берут обычный мел, натирают и смешивают с краской. Тоже, ну, да. Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что из такого мероприятия красивого, хорошего, кто-то сделал бизнес. Ну, разумеется, у нас на всем делается бизнес. Я не хочу говорить, озвучивать цифры, которые, по моим прикидкам, были там получены, но все-таки, ну, если вы делаете добро, то идите до конца, а тут на добре... Поменьше все цены немножко на краске. Да, а тут на добре все-таки... И Саша тогда будет доволен? Нет, я доволен, я доволен, не хотел бы, я бы не пошел. Я пошел туда с определенной целью, с семьей отдохнуть. Отдых у нас получился. Ну, правда, какой? Мы оттуда вышли, поехали на чертовом колесе, прокатились, на электромобилях прокатались. И все, и не на чем в парке Победы отдохнуть, ребенка порадовать. Опять я о плохом. Давайте лучше Свету послушаем. Какой отдых ты увидела в Одессе? Есть там какие-то аквапарки? Очень дорогой город, Саша. Честно, я просто, ну, мы гуляли по Одессе, мне устраивали экскурсию. Спасибо ребятам, знакомых мотоциклистов встретила в предпоследний день. Они нам еще устроили до отъезда за два с половиной часа экскурсию на мотоциклах по городу. Очень-очень здорово, спасибо, ребята. Это дорого. Ну, я, в принципе, себе не могла позволить зайти куда-то в кафе, потому что это достаточно дорого. Мы выходили вечерком прогулялись, днем на пляжик с ребенком, замки строить и с подругой. Красивые замки, большие, с песка, да, на море. Очень здорово. Ну, вообще-то много всего есть. Интересно, опять же, говорит, дорого. Лично для меня это было не... Пляжи не платные хоть там? Есть платные, но мы были на бесплатных, в принципе, от центра там ходили. Людей много? Очень много, да, очень много. Ездят сейчас, так как Крым довольно-таки дорогой, у меня вот подруга приехала на днях с Крыма. Она говорила о ценах, что там просто, ну, безумно. Она за две недели, по-моему, около шести тысяч сама на себя потратила, с учетом того, что у нее палаточный образ жизни был, по большей степени. Поэтому все сейчас рынулись у нас в Одессу, где у нас солнышко, пляж есть, море теплое, черное, красивое, прозрачное число. Все уже возвращаются из Одессы, из теплой Одессы. Ну, почему? Некоторые еще поедут на бархатный сезон, я уверена. В Одессу? На бархатный сезон? Да, почему бы и нет. Интересно, когда он будет? Аугуст, конец августа. А, конец августа уже все. Уже конец августа. А, сентября. Но, тем не менее, вспоминаем тот календарь, который по каким-то причинам сто лет тому назад запретили, да? Старый календарь. То есть, все-таки осень наступит через две недели. Как старый Новый год приходит через две недели, так и осень наступит через две недели. Но, тем не менее, вчера, говорят, последний жаркий день таки был. 30 градусов вчера вы получили. А сегодня вот уже в курточке. Сегодня 22 градуса. Дождь был ночью, на день не обещают. На завтра тоже. 20-22 градуса не больше, поэтому, когда утром выходим с детьми, утром тоже будет прохладно. Лучше курточки брать, тем более завтра у нас. На 6 утра обещают 12-14 градусов завтра, поэтому давайте... На первый звонок с пешачками детей. Будем беречь детей. Ну что, всех с наступающим первым сентября. Что сегодня послушаем? Кстати, что будем слушать? Я слишком консервативен. Давай лучше ты. Почему же ты так сразу консервативен? Я даже об этом не успела подумать. Наверное, бы хотелось послушать Дач Доджерс. Вот мы с друзьями недавно на днях слушали, показывала клип. Это гуцулы, девчата, разыкрашенные. Кто-то у нас уже это заказывал, мы это, по-моему, уже... Да, хубраху заказывали у нас, по-моему, да. А давай сегодня послушаем Дач Доджерс. Всем позитивного последнего дня лета, всего лета, потому что еще лето будет. И успешного первого звонка завтра. С начала мочебного года, ребят. И не забывайте за доброе утро. Если у кого-то есть желание, кто-то сам понимает, что хочет, не вопрос, мы для вас открыты. Для нас нет политических ваших мировоззрений, мы на это спокойно реагируем. Общественных каких-то, радикал вы или кто там еще, националист. Да бога ради, ребята, мы все разные. Самое важное, самое плохое то, что некоторые уже со мной даже не здороваются, я заметил. Да добро уткался. Политично он этот сильно. Ну ничего, здоровайтесь, всегда здоровайтесь, я всегда ко всем здороваюсь. И всегда приходите к нам, позвали, ответили. А еще знаешь сезон, вот мы за музыку заговорили, осень, это сезон концертов начинается. Летом намного меньше, а осенью сезон концертов. По максимуму буду стараться ходить на концерты и публиковать информацию. А если будет получаться, то еще будем звать сюда. Да, 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 ну опять же, ребята приезжие, не всегда они с утра приезжают, но будем приглашать обязательно. Так что все, удачного 1 сентября. С добрым утром. До завтра.